что здесь написано если кто-то мне может сказать здесь написано с шаббат шалом это фотоафию который я взял когда я был в израиле это на озере горелейском и кто-то знает имя порции торы сегодня бхалатка и это связано с тем что священники должны были вознесется на ступенях когда они зажигали свечи в числа 8 глава 1 по 5 сказал господь моисею говоря объяви арону и скажи ему когда ты будешь зажигать лампа лампады то не передней стороне светильника должен гореть 7 лампад арон так и сделал на передней стороне светильника зажег лампады его как повелел господь моисею и вот устройство светильника чеканы он из золота от стебля его и до цветов чеканы по образу который показал господь моисею что было это образ образ был небесный образ значит что есть образ на небе и этот что на земле он был как бы в образе того что на небе посмотрим в откровение 4 глава 5 стих и от престола исходил а молния и громы и классы и семь светильников огненных горели перед престолом которые суть 7 духов божьих то что здесь мы видим что точно как в святые святых я есть то у бога на небесах есть тоже храм и тут написано что это который есть 7 духов божьих чтобы нам надо посвятить в изе а исайю 11 глава это там написано а 7 духов божьих так что мы видим что 7 ламп это есть всем как бы они репрезентирует всем духов божьих всем и теперь посмотрим за края 4 главу 1 потрости и возвратился тот ангел который говорил со мною и пробудил меня как пробуждает человека от сна его и сказал мне что ты видишь и отвечал я вижу вот светильник весь из золота и чашечка для или наверху его и 7 лампад на нем и по 7 трубочек у лампад которые наверху его она иврите часто она или а мужском или женском поле часто говорится в на иврите и когда говорят этих лампадов тут они говорят о но а говорят он и и дальше тут говорит о 77 глаз и это в закрая 3 глава 8 по 10 с 8 по 10 стих начиная в девятом стихе на этом одном камне 7 очей вот я вырежу на нем чертные его говорит господь саваоф и анкопор есть день очищения и это тот день когда это произойдет 5 6 стихи ангел говоривший со мной отвечал и сказал мне ты не знаешь что это и сказал я не господин мой тогда отвечал он и сказал мне так это слово господа к зоро вафи зоро вафелью вырежающий и воинством и не силою но духом моим говорит господь савов так что здесь мы видим всем этих лампадов опять это также они репрезентируют всем духов которые не также репрезентирует всем глазов которые репрезенту ритм собраний так что часто есть больше чем один ответ иногда может быть мы имеем эти переговоры и может два человека быть правы в то же самое время потому что они много вещей репрезентирует что интересно что в бытие первая глава была полностью темнота и потом бог сказал пусть будет свет и был свет и была темнота и темнота была полностью темно он еще не сотворил солнце или луну и если вы помните то а семья в рама будет как звезды мыс как собрание мы есть свет в темном мире так что солнце и луна и звезды это как бы репрезентирует нас которые мы должны принести свет хорошей новости в темноте посмотрим в откровение первая глава 4 по 8 стих и он семи церквам находящимся в азии это не в европе не в время а в азии благодать вам и мир от того который есть и был и придет и от семи духов находящихся перед престолом его так что это лампады на земле репрезентирует всем духов божих которые есть на небе это иисуса христа который есть свидетель верный первенец из мертвых и владыка царей земных ему возлюблившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью свою и соделавшему нас царями и священниками богу и отцу своему и потом дальше все придет с облаками и и возрадует пред ним все пламенно земные и аминь я есть альфа и омега начало и конец а для с говорит господь который есть был и придет вседержитель он говорит что я есть аллаф и каф это альфа и омега есть семь слов слов на иврите на иврите семь слов и четвертое слово и четвертое слово в еврите есть аллаф таб и аллаф таб это также она не может перевести на английский язык но когда бог сотворил мир то было семь слов и а я был в день воскресный и слышал а а это почему в иоанне первой главе он говорит в начале было слово когда мы говорим о газе мы имеем ввиду каждое слово в английском языке но но в бытие 1 глава 1 стих можно перевести что в начале бог сотворил еврейский алфавит потому что он сказал пусть будет свет кто из вас знает что когда он говорил пусть свет он не он не вреда по-английски чтобы говорить надо иметь слова и чтобы иметь слова надо иметь буквы так что когда бог говорил он говорил на каком-то языке и я верю что он говорил на иврите что есть первый месяц на еврейском календаре это не пусть сын израиль вы совершат пасху на честное для нее время так что моисея скинья когда в какой день она была поставлена это было в nissan 1 а тогда поставили скинью что это первая пасха которая у них будет не египте первая пасха была в египте и вторая пасха они будут праздновать уже не в египте а в пустыне несмотря что господь говорит моисею скажи а как бы чтобы они все очистились если кто-то трогал что-то мертвое чтобы они очистились это перераз что они в обещанной земле кто-то мертвы арона два сына умерли на первый день этой пасхи и те которые похоронили их наверное не чистый потому что не до никто тронулись и бог здесь говорит что они все равно могут держать пасху второй месяц на 14 день так что это значит что можно и держать пасху или в nissan 14 день это первый месяц или на следующий месяц опять 14 день и есть некоторые которые влияют что нельзя как бы держать пасху на второй месяц и от ноги пользуют неправильный календарь кто из вас хотел бы чтобы ваша мы будем праздновать твой день рождения и нашу как бы на мусульманском календаре я бы сказал нет спасибо будет что я сотворил луну и солнце чтобы перед тем как я даже вас сотворил и мы думаем не бог мы будем праздновать на нашем календаре посмотрим в 9 числа 9 15 16 в тот день когда поставлена была скинья облака покрыла скинью откровения и с вечера над скинью как бы огонь виден был до самого утра так было и всегда облако покрывало ее днем и подобие огня ночью число 10 11 12 во второй год во второй месяц в 20 день месяца поднялась облака от скинью откровения и отправились сыны израиль вы по стана по станам своим и пустыни си нянской и остановилась облако в пустыне фаран то что в 20 день так что значит 15 день они праздновали вторую пасху они отдыхали целый год и бог им говорит мы опять будем идти мы будем идти три дня числа 10 33 34 и отправились они от горы господней на три дня пути и как человек завета господня шел пред ними три дня пути чтобы усмотреть им место они на три дня как бы пути пошли и оплаха господня осеняла их днем когда они отправились из там мы не хотим идти перед богом и мы не хотим быть сзади бога мы хотим быть прям где бог хочет чтобы мы были посмотрим в числа 10 они отдыхали год они построили эту скинью уже получили 10 заповедей нам аман сына и теперь они готовы идти на войну чтобы взять обещанную землю также надо организаров организация и числа 10 это все чтобы организовать их по племени чтобы идти на войну чтобы взять обещанную землю то что смотрим на числа 10 35 глава когда поднимался ковчег в путь моисей говорил восстань господи и господи и распыляются враги твои и побегут от лица твоего ненавидящие тебя и уже в 36 стихе а когда остановился ковчег он говорил возвратись господи к тысячам и тьмам израилевым и и в никаком другом языке кроме и в еврите можно это правильно перевести это буква нун это в каком образе я был написано во время моисея и что то есть это как бы рыба которая идет через воду что эта буква значит рыба или много рыбы которая двигается что если вы возле воды то это живая рыба а это мертвая рыба и в каждом торе торе как бы это копия с нашей торы есть вверх ногами буква это буква нун почти как почему они вверх ногами это только это одно место в писании где есть две от этих как бы верх ногами рыбы так что что здесь как бы происходит и что это значит но мы можем на это посмотреть когда а ходил ковчег то моисей говорил он он говорил восстань господь и распыляются враги твои и побегут от лица твоего давайте посмотрим здесь есть две этих мертвых рыбы вообще даже христианство многие знают его как как рыбу потому что рыба значит как жизнь какой смысл этих мертвых рыб написано восстань господь и это говорит о восстании миссии когда он восстал из мертвых и это только найдено здесь когда они шли на войну чтобы забрать обещанную им землю так что очень интересно это место говорит как бы имеет двойное значение оно значит и что мы видим здесь как бы восстать тут написано восстань господь и на иврите это можно также привести как восстань миссия когда бог говорит я хочу еще что он сейчас показать еще одно вспомнил есть на иврите номера это как бы двадцать две буквы и 14 буква это это нюн как мы уже говорили так как рыба но буква дала это номер четыре и буква бав это номер шесть это как пишется давид и номер этого это 14 и потом там написано 14 14 14 как бы поколений то 14 говорит о давиде так что когда мы видим букву нюн которая есть рыба и знать это 14 буква и также говорит о давиде и сыне давида который будет сидеть на престоле то что очень много вещей можно из этого забрать очень много здесь как бы не сразу видно матфея 1 1 матфея 1 17 14 14 родов 14 родов это матфея 1 главе 17 главе они только и шли три дня сколько дней должно было занять чтобы они дошли в обитованную землю только должно было занять 11 дней но все распадается все распадается смотрим в числа 11 глава 1 стих народ стал роптать вслух господа и господь услышал а мирям а говорила против своего брата и его жену потом а те которые как бы шпионы назад пришли не сказали что там землясь не могут они ее забрать и бог и бог был как разгневался на них за их роптание так что все начали роптать числа 11 глава 4 6 стих пришелся между ними стали обнаруживаться приходить и они начали опять роптать и не говорили мы помним рыбу которую мы ели нам государство бесплатно там в египте давала рыбу и огурцы лук и они и не просто они начинают даже роптать что обмани что только мана в глазах наших нету ничего другого и тут они собирают эту ману с земли и теперь они просто все они как бы уже разозлились нужно не целый ход едят ману и я хочу просто пару вещей вам поделиться которые я думаю очень интересные это притчах 30 глава 4 стих кто восходил на небо и нисходил кто собрал ветер и при пригрошении свои кто завязал воду в одежду кто поставил все пределы земли какое имя ему и какое имя сыну его знаешь ли я хочу чтобы заметили что шмоу это его имя это как она переводится и так же тут исход 1631 и тут как бы написано что дом израилева назвала его имя мана и на иврите как можно раньше ввели нету он но есть только он или она и так что тут написано его его имя мана это вред о доме израилю и как мана пишется все видите что как оно написано здесь что-то интересного притч 34 по 6 стих кто из вас любит экзамены бог дает экзамен кто зашел на небо или сошел кто собрал ветер в своих как бы кулаках кто кто поставил все края мира что его имя и что имя сына его и потом написано знаешь ли ты это большой экзамен и мы мы должны эти ответы знать что евреи называют по иудеи называют ха-шем шем это имя ставите хей перед ним и это имя не просто имя как бы им имя как бы она так что они они не хотят быть они не хотят как бы быть неуважительные богу и брать его имя напрасно так что они просто говорят имя к само слове имя говорят вместо имя бога здесь есть такая картинка где показывает ты что здесь про что что имя его сына то есть вас знает что мы не должны ничего добавлять или брать слово божье так что здесь мы уже знаем что это может должен быть бог но что имя его сына здесь когда мы читаем что есть его имя ха-шем что есть мясо на его еще а если прочитать сверху вниз здесь написано когда когда хрисус принял крещение ну и он его крестил то там был голос и сказал как и сказал это мой сын с кем я доволен и прямо над этим словом над христом еще и есть это слово решу и тут есть еще я я просто читал как бы тору сегодня и как его имя мана если я выйду на этот чарт могу ли я найти мана и мана это вот там и это только увидел сегодня утром вот а это исаев 48 12 13 глава вы не должны как бы наизусть знать но просто запомните может быть где-то помните когда иисус сказал христос сказал я есть он я первый и последний моя рука как бы положила фундамент земли и моя правая рука которая распространяла небеса когда я зову на них они так что в этом месте кто есть я она говорит я и записано подойди ближе ко мне и услышь это я не верил в секрете самого начала начало время когда но было я был там то что я это есть тот который там был бог и его дух послали меня так что в старом завете мы уже видим бог сын и дух святой так что он говорит бог его дух послали меня это есть отец дух и сын это прекрасно для меня то столько просто как бы спрятана в этом которую мы можем найти числа 11 глава 10 стих моисей моисей как бы был разочарен и он сказал как бы а почему ты мне дал весь этот народ чтобы я их нес как будто и он 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 говорит откуда я могу найти всю эту еду чтобы дать народу израильскому и в конце концов он говорит если ты будет как бы так со мной послать лучше просто убей меня господь он говорит иди не могу нести всего народа сего потому что он тяжел для меня и в 33 стихе мясо еще было в зубах их и не было еще седено как не в господень возгорелся на народ и поразил господь народ весьма великою язвою у них только осталось неделю идти и все это распадается потому что они не не могли сдержать свое общение и не против моисея потому что он женился на этиопской женщине не не говорят только говорил господь через моисея не так же ли он говорил через нас опять 9 10 стихе и в воспламенился гнев господа на них и он отошел и облака отошло от скини и вот марьям покрылась показываю как снегом арон взглянул на марьям и вот она в проказе и бог бог сделал ее белым как снег я думаю это смешно потому что он говорит что она говорила о о как тем как моисея жена была ситиопии и я думаю бог решил ну окей тебе не нравится ситиопии я сделаю тебя белой будем говорить о 13 атрибютов или имен бога все вы помните на прошлой неделе мы говорили о том что кто возведет на имя можем ли мы спаситься через только имя христа и мы чуть-чуть глубже сегодня зайдем кто из вас знает что 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 библейские имена имеют значение иметь имена очень важны и еще более важны когда бог дает это имя и если бог дает кому-то имя то это очень сильно это очень бог говорит это мои имена и что бог делает он нам говорит кто он есть это не просто имя это атрибют это я характер просто как 600 613 кам а заповедей из 100 имен из 100 имя что бог имеет есть 13 которые как бы с большие которые самые главные когда мы смотрим на эти имена и что эти имена значат то мы сейчас будем это изучать если вы могли себя назвать чем бы вы себя называли как бы вы себя какие атрибюты вы бы себе дали может быть вы могли выбить выбрать себе имя чтобы вы назвали себя если вы могли бы выбрать свое имя прекрасный привет я прекрасный как вы привет я чтобы вы себя назвали если вы имеете а какой-то бизнес это вы это ваш бизнес и вы хотите иметь имя которое люди будут знать или может быть вы имеете карточку или бизнес карточку и что еще интересно что бабочки не могут себе отдавать имя кто-то вместе авторитета над этой бабочки дает и имя вот первичка идет мое имя коллен дикапс это тип я я вызываю полицию посмотрим на некоторые затих имен как бы вы имели иметь эти имена при этом имя ото граф это типа фотограф диктатор или элев элеватор типа как вы экрана слов имя это много английских имен имеем все эти имена но здесь мы видим имеем не кримина библейские имена которые имеют настоящее значение многие из вас наверно видели это и многие из вас наверно не видели кто из вас любит читать имена библии когда мы находим до имен и многие просто сразу скипают как бы не останавливаться надо но проблема и что они по-английски эти имена имеют значение это здесь первые из 10 поколений от адама до но но я я еду в израиль почти каждый год и мы были возле макдональдса в хайфе там полицейский стоял это были столы с зонтиками и там было два парня из израиля которые там сидели я сижу возле них я говорю можете мне помочь я не знаю еврецкий как вы знаете можете мне помочь я полностью это как бы поставил и вот 10 имен и что они значат я спрашиваю адам что это значит они это это как бы они мне объясняют что адам это значит как бы человечество а что значит они мне говорят но с с имя значит назначен для я просыну а in и нож они не говорят о это имя значит как бы хилый хилый что а как бы что кайн значит они мне говорят это как бы место место отдыха а потом я спрашиваю а махалел это значит бог который есть прославлен то есть сил я лет это чтобы прийти на низ помните инока который ходил с богом и шел и ног и его имя значит чтобы учить метуцела значит метуцела значит пошлён чтобы умереть его сын это ламик его имя значит как бы побитый что но и значит чтобы принести а как бы мир и как бы отдых если мы прочитаем все эти как бы вместе то значит и я думаю почему мы обходим генеалогию потому что может быть для мы это не понимаем но бог дает все имена которые имеют значение и мы очень много теряем когда мы переводим это как библия должна быть я случайно назад пошел я сейчас вперед должен быть я хочу чтобы мы посмотрели в быте 1 глава 1 стих начале сотворил бог небо и землю и в на иврите какое имя бога используется или хим используется что элохим значит значит бог да но очень есть намного больше в этом элохим в первой главе быте он только назван элохим и 32 раза он назван элохим что элохим значит это значит что бог есть сайт создатель судья он сильный он великий и он он как босс это что элохим значит но быть те второй главе когда человек сотворен и теперь добавляется имя богу и есть господин бог это уже как бы великий как бы милостивый и это потому что бог знает что человек не может жить когда бог только как бы строг и прав бог должен быть и милостивый потому что человек человек часто падает мы часто думаем о царе как бы очень страшном таком сильном человеке но какое еврейское слово чтобы царь но вы знаете что малак малак это слово для царя в на иврите но это не только значит сайт на иврите молак это это царь который только принимает волонтеров свое царство он только хочет в волонтеров он не заставляет никого быть в своем царстве если вы не можете быть его царстве он вы не должны быть его царстве это одна из самых больших проблемах которые сейчас христиан имеют это что случилось во время крусадов когда заставляли людей а как бы ставать христианами потому что бог не хочет никого заставлять бог хочет волонтеров бог хочет чтобы люди от своей личной воли выбрали его бог никогда не хотел чтобы христиане как бы заставляли людей вставать христианами как бы решительно здесь или как бы насильно заставлять людей вставать христианами кто из вас должен быть заставлен на кем-то жениться как бы вы хотели кто-то вас заставил на кем-то жениться и знаете в некоторых странах еще есть как бы эти а женитьбы которые организованы как бы родителями как бы вы хотели быть заставлены на кем-то жениться или замуж выходить Так что Бог, Он царь, который любит добровольцев, Он никогда не составляет. Мы видим в 2 главе 4 стих, вот происхождение неба и земли при сотворении их в то время, когда Господь Бог создал землю и небо. И новое имя теперь Дана, Господь Бог, это одно имя Бога, которое использовано в 2 главе Бытия, когда используется имя Господь Бог, это в договорном образе, когда Бог делает договор с людьми, и когда Бог... почти всегда, когда Бог делает договор, Он меняет имя. Он взял Абрама и сделал его Авраамом. Он дал ему новое имя. Мы все знаем, что мы должны брать, как бы, ответственность за нашу часть завета с Богом. И кто из вас знает, что мы получили, как бы, хорошую часть этого завета? Откровение 2 глава 17 стих. Имеющий ухо слышит, да слышит, что Дух говорит церквям. Прождающему дам вкушать сокровенную ману, и дам ему белый камень. И на камне написано новое имя, которое никто не знает, кроме того, кто получает. И вы знаете, что вы получите новое имя, и это имя будет, как бы, иметь ваши характеристики. Это Бог говорит. Побеждающему сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не войдет вон. И напишу на нем имя Бога моего, и имя града Бога моего, нового Иерусалима. Нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое. Вы получите новое имя, и Бог даст вам новое имя. Иоанна 4, 13 и 14. 14, 13 и 14. Если чего попросите у отца в мое имя, то сделаю, да прославится отец в сыне. И если чего попросите в имя мое, я то сделаю. Некоторые люди думают, что это какая-то формула магики какой-то. И много лет назад был пробедник, который сделал, типа, как культ. И они верили, что если они скажут имя Иисуса тысячу раз, то они получат, что они, как бы... И они получат, что они просят. Я думаю, ну, это просто глупо. И когда он говорит это, он не говорит, он не говорит, чтобы что-то так делали, чтобы просто на его имя говорили, пока получим, что мы хотим. Так что, и что говорит, что мы в завете с ним? Это один из самых тяжелых стихов, которые, может быть, вы раньше читали, но не понимали. В Римлянам, 10 глава, 12 стих. Сидеть нет различения между Иудеем и Ильяном, потому что один Господь у всех, богат для всех, призывающих его. И в чем он имеет в виду, что нету разницы? Нету разницы, как они выглядят, как они смотрятся. Нет, посмотрим. Так что, тот же самый бог, который есть бог над Иудеями, есть бог не у Иудеев. Так что... Так что, все, кто взывает на Иудеевады, получают спасение? Кто-либо... Что, один Господь у всех? Так что, все, которые вызывают на имя Божье, спасятся. Я же возвожу к Богу, и Господь спасет меня. Это Псалтырь 55. Где-то 15 раз это имя Божье написано в Старом Завете. Второзаконие 4.7. Ибо если какой великий народ, которому Богу Его были бы столь близки, как близок к нам Господь, Бог наш, когда Ним призовем Его. Псалтырь 105.1. Славьте Господа, призывайте имя Его, возвещайте в народах дела Его. Псалтырь 116.17. Тебе принесу жертву хвалы, и имя Господне призову. Псалтырь 145.18. Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине. Так что мы всегда призываем имя Господне. Ищите Господа. Это Исаия 55.6.7. Ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близок. И тут также пишите, и Он помилует Его и к Богу нашему, ибо Он много милостив. Сафаная 3.9. Кто из вас был здесь в прошлой неделе? Помните, в прошлой неделе, когда мы говорили, что мы только можем спаститься через имя Иисуса? И когда я был в Корее, мы играли в видео, как в Корее пели на иврите. Я был в 13 разных стран где-то за 13 месяцев. И всех тех странах поют на иврите. Посмотрите на Сафаная 3 главу 9 стих. Тогда опять я дам народам уста чистые, чтобы все призывали имя Господа и служили Ему единодушно. Так что, как бы, раньше, как в башне Бавла, когда было это разделение языков в много разных, как бы, языков, то это, как бы, теперь будет наоборот, и все будут говорить и прославлять имя Господя на иврите. На английском, на русском, на испанском. Нет, на еврейском. Так что, когда мы взываем имя Господа, И мы посмотрим дальше на это. Исайя 44, 3-5 Ибо я залю воды на жаждущие, и потоки на иссохшие, и залю Дух Мой на племя Твое, и благословение Мое на потомков Твоих, и будет расти между травою. Как ивы при потоках вод, один скажет, я Господень, другой назовется именем Якова, а иной напишет рукой свою, я Господь, и зовется именем Израиля. Все могут иметь разное имя, если как, когда ваши дети, если ваши дети говорят что-то, знаете, ваши дети могут неправильно говорить ваше имя, но вы все равно будете знать, что они относятся к вам. То же самое и, как бы, с Богом, потому что мы его дети. Это от Римлянам 9 глава 15-16. Ибо он говорит Моисею, кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею. Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающего, но от Бога милущего. Исход 33. Что Моисей хотел сделать? Он хотел, Моисей хотел увидеть Божью славу. И он тут говорит, Моисей сказал, покажи мне славу Твою. И сказал Господь, я проведу пред Тобою всю славу мою и прозлашу имя Яговы пред Тобою. И кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею. И это откуда это приходит? От Римлянам, это вообще-то взято из Исхода. Из Старого Завета. Исход 34.5.8 И сошел Господь в облаке и остановился там, близ Него, и прогласил имя Яговы. И прошел Господь перед лицем Его и возгласил, Господь, Господь, Бог, человеколюбивший и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов. Есть, как бы, три уровня милости. То, что, когда мы читаем этот стих, то тут пишут, что я дам милость, на кого я дам милость. Что это значит? Вот шестой стих. Есть три уровня милости. Когда здесь написано милости, то это ракум, и потом и потом и потом и потом есть, как бы, доброта, и это хэфен. И какая разница? Кто из вас знает, что, как бы, дождь падает на праведных и неправедных? Это хэфен. Это хэфен, когда Бог, как бы, он разрешает, чтобы дождь падал на всех. Это божья доброта. Потом есть ханун. Ханун – это милость к тебе, как индивидуальному человеку. Даже если вы были плохим, может быть, любой человек, который возовет на имя Господне, Бог все равно любит их, и Бог, как бы, поможет им. Это когда он помогает индивидуальному человеку. И следующий уровень – это ракун, или ракам на иврите. Это, как бы, это такой уровень милости, как рождение. Это, как, милость к своему ребенку. Скажем, есть 100 детей в доме детском доме для сирот. Так что, если я дал, как бы, может быть, какое-то печенье для всех, то это хэфен, это, как бы, доброта для всех. Но если я вижу, что один ребенок не может достать это печенье, то я лично подойду ему и подам ему это печенье. Это следующий уровень доброты. И последний уровень доброты, этого последнего ребенка, я его заберу домой и возьму его домой с собой. так что Бог говорит, я буду иметь милость на кого я буду иметь милость. Он говорит, что я буду принимать, кого я буду принимать. Потому что он Бог, и он может, он может, как бы, принимать, какую сироту он хочет. то, что Бог добр для всех. Но он может выбирать, кто будет его ребенком. И это, как бы, имеет полностью все вот это значение. Я буду иметь милость, на кого я буду иметь милость. Что интересно, что что здесь хасов, это слово имеет разное значение. Даже это, как бы, доброта, милость. И оно, как бы, все эти вместе. Вот имена Божьи. Господь, Господь, Бог, милости, долготерпеливый, множество правды, прощая, как бы, грехи, прощая преступления. Есть больше, чем 10 слов для еврейского слова грех. Некоторые люди говорят, весь грех тот же самый, но это неправда, что весь грех тот же самый. Своровать что-то, потому что ты голоден, это не то же самое, как убить кого-то. И есть, как бы, разные уровни греха. И Бог и в этом... Так что, Бог, мы видим через эти имена Божьи, что Он прощает все грехи. И великие, и маленькие. Что я хочу сделать здесь, это следующие две недели, я не хочу, чтобы вы просто знали имя Божье, я хочу, чтобы вы, как бы, чувствовали имя Божье. это, чтобы, как бы, пережить эти имена Божьи, потому что эти имена имеют значение. И когда Бог дает себе имя, Он хочет, чтобы вы знали, почему Его есть это имя. Если Бог милостив, это не то, что Он показывает милость, это что Он есть милость, Он есть сама эта идея милости. Давайте посмотрим на это еще чуть-чуть. Когда мы думаем о том, что Бог сказал, пусть будет свет, и свет был, слова стоят настоящими вещами. Моисей говорит, покажи мне твою славу, и когда Бог говорит что-то, оно встает. Моисей не услышал Божью славу, он увидел Божью славу. Это написано, Божьи слова сотворяют, как бы, нашу, делает нашу, как бы, реальность. Так что, для Моисея, чтобы увидеть Божью славу, слово Божье должно было манифестироваться в физическую форму. Так что, когда Бог говорит, что Он милосердный, то Моисей не только слышал это слово милосердность, он видел, что Бог милосердный. Так что, Моисей не только слышал Божье слово, он видел его. И он видел это манифестирование. Это, как бы, проявление, проявление Божьих слов. новорождены. Так что, мы видим, что от Иоанна, когда он пишет, что было слово и что слово было с Богом. И слово было Бог. так что, Моисею увидеть, что Божью славу, он должен был услышать, что Бог сказал свое имя, и потом он видел это физическое, как бы, проявление этого имени. Давайте я спрошу вас это. почему не Бог прислал уже сделанного, как бы, почему Бог не прислал уже на землю, как бы, скинию, которая была построена. я думаю, ответ есть, потому что он хотел, чтобы его дети построили что-то для него. Как бы, например, если на ваш день рождения ваш ребенок вам сделал карточку на день рождения, или просто ваш ребенок купил что-то в магазине и вам дал. Конечно, что, когда наш ребенок что-то для нас делает, оно намного ближе для нас, оно намного, как бы, дороже для нас. Так что человечество было выбрано Богом, чтобы, как бы, иметь Божью манифестацию, этот Божий, как бы, образ на земле. Что не только забывать на его имя, это наше, как мы относимся к этому, и мы должны знать, как звать на имя Божье. Знаете, в войне всегда есть, ну, был кто-то, кто нес этот флаг, который, как бы, говорил, за кого эта война идет. И то же самое мы, мы, как этот человек с флагом. Когда мы говорим с Богом, это Бог не только Бог не твой царь, пока ты не скажешь, что Бог ты мой царь. Потому что, как мы говорили раньше, что Бог только берет волонтеров. Бог никого не заставит быть его сыном или дочерью. так что, человек должен выбрать как бы это служение, чтобы быть слугом Божьим. И только потом Бог встает твоим царем. Мне осталось еще 15 минут. посмотрим на имена. Господь. Это имя, когда ты говоришь Господь, я хочу, чтобы вы знали, что вы говорите. И это слово имеет много значений, но одна из них это как бы сострадание. Господь Бог. Мы часто видим это. И может быть вы не согрешили, но вы просто нуждается в какой-то нужде и вы говорите это Богу. Это когда мы зовем на Господа. Потому что оно два раза написано как бы Господь на иврите. Как часто нашими глазами мы видим, что злые люди все равно существуют. Почему случился холокаст? Почему все эти злые люди все равно существуют? Почему Бог бы просто не истребил их? Это было где-то в 70-х годах. Вьетнамская война заканчивалась, и меня кто-то спросил, если есть Бог, почему Он разрешает войнам существовать? Почему есть война? Мне нету воды. Я сказал тому человеку, но Бог может остановить все войны, но если Бог бы остановил все войны, то ему бы пришлось истребить каждого человека из земли, потому что Бог может остановить войны. Очень легко для Бога остановить войны. Но почему и это та же самая причина, почему он разрешает грешникам существовать? Бог разрешает грешникам жить, потому что Он надеется на то, что они покаются, Он терпит их не грех. Так что только существуя мы уже нуждаемся в Божьей милости. И Бог не как бы зло существует, но это не значит, что Бог как бы радуется в зле или Божья цель это чтобы мы покаялись. И второй раз, когда мы говорим Господь, весь смысл этого, что даже после того, как мы согрешили, если мы возовем на Господа, то Он прощает нас. кто из вас знает, что если вы своровали что-то, если кто-то, кто своровал что-то, они бы сразу умерли, например, то в Экклезиасте написано, что потому что потому что как бы потому что как бы приговор отпущен на позже время, как бы люди продолжают грешить, потому что если приговор, если Бог бы давал приговор сразу, то мы все бы уже не существовали. Представьте, если человек сохрешил, и Бог сразу истребляет этого человека, это никто бы не мог существовать, но Бог, потому что Он милостив, Он ждет, и Он терпит грех, и Он ждет, пока человек покается. Юдей Вафи это первое имя Бога, которое мы говорили. Мы не ищем Божью доброту, потому что мы что-то сделали, доброе, но мы ищем Божью милость, просто потому что мы нуждаемся в этой милости, чтобы существовать. Так что Юдей Вафи это опять Господь, так что второй раз, когда мы зовем на имя Божье, мы как бы знаем, что окей, мы не можем быть как бы без греха, но мы все равно творение Божье, и мы все равно ищем его милости. Третье имя это Эл, и это коротко для Элохим. Что Элохим значит? Это Бог как царь, босс, судья. Помните, что Элохим есть босс. Что происходит, когда есть спидлимит, но полиция никогда этот спидлимит не дает никакие штрафы, то все просто начинают не смотреть на этот спидлимит. и люди продолжают жить и они продолжают стрелять. Так что то же самое принцип здесь. Когда мы зовем на Бога через это слово Элохим, то мы просим Бога, чтобы иметь милость на нас, даже когда мы грешим. Когда мы хотим покаяться, мы говорим, Бог, я хочу, чтобы ты пошел против самого как бы самой натуры твоей, чтобы иметь праведность и чтобы ты помиловал меня, потому что я грешник. Это тяжело, это очень тяжелое. Элохим это как бы стоит за Божью силу, его он царь, он царь судья. Посмотрим в быте 18.25 И он говорит, как бы, что Бог, ты не будешь истреблять праведного с неправедным, ты как бы ты праведный судья и ты судишь всех отдельно. Так что если судья земли, он делает все правильно и какой есть его характер. И как бы то же самое, что если Бог честный Бог, он должен всем давать то же самый приговор за то же самый грех. Представьте, если судья давал как бы разный приговор за точно то же самое нарушение. этот судья бы не считался честным. И это почему мы просим Бога, чтобы он был милостив ко всем. И Бог есть милостив. В следующей неделе мы будем говорить о Божьей силе прощения. Это мы будем смотреть на следующей неделе. Давайте встанем. и мы будем узнать значение его имен и что его имя значит нам. И он хочет поставить свое имя на вас. Сатана хочет поставить номер на вас. А Господь хочет поставить свое имя на вас и дать вам новое имя. Его новое имя. Это все про имена, потому что Бог любит вас как индивидуального человека. Наш царь нас Бог, мы благодарны тебе, что ты любишь каждого из нас. Ты сотворил всех нас как индивидуальных человеков. И ты любишь нас всех индивидуально. Ты есть наш Бог, ты наш царь, и мы зовем на твое имя. И мы так благодарны тебе, что ты хочешь поставить твое имя на нас. И как ты сказал Моисею, чтобы сказать Аарону, Леха, Ран. Увидим вас в следующей неделе. твое. Твое, Продолжение следует...